Добрый вечер, в эфире общественно-российское телевидение «Здесь и сейчас». На прошлой неделе к списку неблагополучных регионов России добавилась Калининградская область. Там, к счастью, пока не мерзнут, как в Приморье, но тем не менее люди выходят на улицы, останавливаются предприятия, связанное с тем, что внезапно были отменены льготы по таможне и по налогам, а Калининградская область находится отдельно от России, ее отделяет от нас территория иностранных государств, поэтому там это особая большая проблема. И вот, наконец, эта ситуация, горячая ситуация, дошла до Москвы. Губернатор Калининградской области Владимир Егоров сюда приехал, встретился и с премьер-министром Касьяновым, и с президентом Путиным. Здесь и сейчас Владимир Егоров. Владимир Егорович, добрый день. Хочется в этой истории поставить какую-то определенную точку. Что сейчас там происходит? Вот люди, я видел сюжет сейчас в программе «Время», все еще стоят, все еще требуют, предприятия все еще стоят, не работают. Что происходит сейчас? Добрый вечер, Александр Михайлович. Нет, развязка наступила 19 января, когда распоряжение Государственного таможенного комитета было приостановлено. Пришлось прибегать к судебному иску. В отношении ГТК, да? Да, в отношении распоряжения Государственного таможенного комитета. После вынесения предупреждения транспортным прокурором, руководителю таможни, генерал-лейтенанту таможни службы Лапченко, Владимир Иванович Мещеряков, первый заместитель руководителя таможенного комитета, дал указание действовать в режиме, который был до 2001 года, до 1 января. То есть, 1 февраля ничего не произойдет? Вы будете жить так же, как в прошлом году? Мы живем так, как жили до 1 января, но с условным начислением налога на добавленную стоимость. Поэтому не совсем тот режим. То есть, счетчик вам таможни считает, на случай, если окончательное решение будет принято в пользу ГТК? Ну, решение-то не будет принято. Вчера у меня состоялся подробный разговор с премьер-министром Михаилом Михайловичем Касьяновым в присутствии, руководителем государственного таможенного комитета, Вайна Михаила Валентиновича, где мы по деталям разобрали ситуацию, которая сложилась. Сложилась она из-за грубейшего пренебрежения к закону об особой экономической зоне в Калининградской области. Вот этот федеральный закон, подписанный Борисом Николаевичем Ельцином 22 января 1996 года. Вся экономика области построена практически на импортозамещении. Поэтому ввести режим двойного налогообложения... Что такое импортное замещение? Зрители не понимают. Да. Значит, ну, поскольку этот закон предусматривал ввоз на территорию Калининградской области без обложения какими-либо платежами продукции и деталей для сборки, если говорить о машиностроительных отрасях промышленности, вывозить при 30-ти процентном труде, который называется... Добавленная стоимость. Добавленная стоимость. Тоже без НДС и без таможни. Понятно. Теперь понятно. Теперь, значит, это с 1 января было отменено. И поэтому мы оказались в гораздо худшем положении, чем любая территория Российской Федерации. Мы оказались сразу иностранным государством. Но все меры, которые были приняты, в том числе убедительные действия и администрации, и мои доклады, и президенту, премьер-министру, и другим должностным лицам, они позволили сейчас нам выйти на режим, который я хочу здесь объяснить. Да, я понял. Значит, таможня говорит, что, собственно говоря, отмена свободных экономических зон – это прямое следствие нового налогового кодекса. Это их позиция. И, собственно, поэтому они это и сделали. Логика в этом есть? Ну, во-первых, у нас не свободная экономическая зона. У нас особая экономическая зона. У нас единственная в России особая экономическая зона. То есть, с вашей точки зрения, статус Калининградской области не подпадает под понятие свободной экономической зоны? Совершенно верно. Он и не может подпадать. Все, я понял. В августе, на мой взгляд, уже было понятно, когда Дума приняла основную часть налогового кодекса, что такая проблема будет. Почему вообще как-то никто про это не говорил, не думал? Может, статус-то там шла избирательная кампания, Горбенко понимал, что, может, его не выберут. Вы еще не знали, выберут ли вас. Но, тем не менее, вы уже, ну, считаете, у вас инаугурация была в начале декабря. Ну, фактически, вы с ноября уже правите там. Почему это все возникло внезапно? И опять за все расплачиваются люди, которые выходят на улицы? Даже обладая только правами обратиться, еще как кандидат на должность главы администрации, я обращался в соответствующие инстанции, так же, как и обращался в Государственный таможенный комитет правительства. Однако эти голоса не были услышаны. И поэтому ситуация действительно была поставлена в такое катастрофическое положение именно 30 декабря, когда пришло распоряжение Государственного таможенного комитета в этих вот режимах налогообложения. Просто мне кажется, в декабре надо было эту проблему решать, а не сейчас. Эту проблему вообще ее и не надо решать. Потому что Верховный суд, к которому я обратился, он сказал, что здесь нечего рассматривать. Потому что закон не отменен, он действует. Поэтому, к сожалению, разные толкования закона. Вчера мы подробно в этом деле, рассмотрев все детали, пришли к выводу, что нужно до 1 июля приостановить действие вот этого Налогового кодекса, части 2. Сегодня по Калининградской области. Да, именно по Калининградской области. Сегодня президенту страны я доложил подробную обстановку. Мне понравилась аргументация Георгия Босса в Думе. Он сказал, что прошлое руководство области нерационально использовало режим свободной экономической зоны. Теперь новый губернатор, он государственник, и можно вернуть области налоговые льготы. Меня поразила эта аргументация в том смысле, что для Горбенко у нас одни должны быть законы, а для вас другие. Закон для всех един, безусловно. Я благодарю Юрия Босса. Горбенко плохой, вы хороший или как? То есть, поэтому, тогда вот вроде бы это шло, если Горбенко победит, то тогда бы вот все правильно ГТК делает. А раз победили вы, то теперь мы делаем шаг обратно. Вот мне это совершенно непонятно. Совершенно не связано. Зря благодарите, по-моему. С личностями нет. Здесь, просто я хочу сказать, раз он меня так обозначил государственником, я действительно таковым не только считаюсь сам, но и те люди, которые мне доверили управление. И я отстаиваю те позиции, которые, значит, должны быть по отношению каждого жителя. Ну, люди это скажут, что 4 года, я думаю, у них будет возможность высказаться. 5. 5 у вас, да? Я просто подумал, например, еще одна острая ситуация, с другой стороны, в Приморье, да? Может быть, тогда под нового губернатора либо поменять закон, либо поменять губернатора? Как поступать тогда в Приморье, если вот так вот решается, например, у вас? Ну, я Приморье не буду трогать. Я доложил президенту вариант решения вопроса. До 1 июля приостановить действия части 2-й налогового кодекса в отношении особой экономической зоны в Калининградской области. За это время подготовить законодательные инициативные акты и принять их, и сделать для Калининградской области исключение. Здесь особенность в том еще заключается, что в 2003 году Польша и Литва вступят в Европейский союз, Литва, вероятнее, все будет в НАТО, и мы окажемся внутри ЕС и внутри НАТО. Поэтому так пренебрегать законом, как сейчас это имело место, это только, конечно, на руку тем людям, которые хотят свои планы реализовать в отношении области. Но это не будет допущено. Президент сказал, что все вопросы будут сняты. Кроме ваших встреч с премьером и с президентом, была у вас такая, не знаю уж таинственная, не таинственная встреча с министром иностранных дел, но странная. Не с каждым губернатором он встречается. В этой связи вопрос. Я прочел в Daily Telegraph, что Германия готова просить России 22 миллиарда рублей долларов долга, если Германия будет позволена установить контроль над экономикой Калининградской области. Как вы к такой идее относитесь? Я отношусь к этой идее как выдумки, поскольку такого не было фактически. Но предлагалось же ассоциированное членство в Евросоюзе Калининградской области. Кем предлагалось? Опять же, предлагаются всевозможными пустобрехами, которые хотят посеять сомнений и раздор в обществе. Вы посмотрите, вот показан был митинг, там написано, мы хотим быть россиянами. И резолюция митинга, даже вот в этой ситуации... Тем более вопрос, а что же тогда вы обсуждали с Ивановым? С Ивановым мы обсуждали как раз вопрос, каким будет статус Калининградской области, когда она окажется в кольце. Это энергобезопасность, это визовый режим, это транзитные все соглашения. Области нужно жить, людям нужно жить. Мы сейчас теряем на проезде и провозе грузов ежегодно 22 миллиона долларов. То есть вы быстрее интегрируетесь в Европу, чем вся Россия, очевидно? Мы обязаны интегрироваться быстрее, объективно мы обязаны быть интегрированы. Ну вы фактически ответили на мой вопрос. Да. Спасибо большое вам. В марте будет заседание правительства, специально посвященное этой проблеме. Вероятно, этот узел противоречия будет как-то развязан, ну и будет все как-то поспокойнее у вас там, здесь и сейчас. Телекомпания ВИД по заказу ОРТ